Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И этим пользуются сейчас. Это современный способ привлечения клиентов. Кого-то учить. Я бы попросил телефоны все... Куда-то, может быть, забрать, чтобы не мешали. Выключить, чтобы не жужжали вам, не отвлекали. То есть, когда мы учим кого-то, определенный круг людей, мы продвигаем свою философию и привлекаем дополнительных сторонников своей идеи. Для нас эти люди, это как бы продажа B2B, является архитектором. И у меня есть возможность выступать перед ними, но я к этому не готов, мне нужно тренироваться. В данный момент вы сейчас будете моей фокус-группой и от вас нужно будет кое-какое участие. А именно, из чего заключается ораторское искусство, что нужно оратору контролировать? Положение свое, то есть он должен держать осанку, в первую очередь. У него появляется нормальный голос. Он должен расслабить шею. Он, в принципе, должен быть весь расслабленный. И кто-то умеет двигать головой вот так вот. О, о, а я вот не могу. Нет, вот посмотрите, как Олег умеет. Это очень действенная классная штука, которая позволяет красиво, хорошо говорить, но это один из элементов. Кроме этого, нужно контролировать жест. Жесты должны быть какие-то прямые, законченные. Они бывают разных видов. Изобразительные, эмоциональные, ритмические, еще какие-то. В принципе, когда вы видите, что я буду делать что-то не то, неплохо бы, чтобы вы мне как-то помогали. Если у меня, вы считаете, что мало жестов, может, покажите вот так вот. Вот только что слышали? Вы тоже все должны в ответ сказать. Это неправильно. Слова-паразиты. Что еще? Это, ну, расслабленность должна быть на лице, чтобы можно было говорить. И желательно улыбаться. То есть можно показывать, помогать мне. Уже можно начинать, кстати, если что. Вообще, перед тем, как выступать, люди разогреваются. Они делают тренировку. Люди, которые поют, я ушел в зону на камеру. Делают гимнастику. Одно из упражнений. То есть челюсть должна подрасслаблено, двигаться, и мы закроем как-то руками. Следующие. Кстати, должен быть еще постоянный зрительный контакт. Если кто-то видит, что я на кого-то не смотрю уже давно, то можно промахать ему. Вот здесь. Есть еще такие. Вот такие вот. В каждом упражнении можно подрасслабление делать минуту. Вот хорошее на расслабление. Что можно? Можно так делать. Вот здесь вот. И еще яркие, которые мне запомнились, хорошие. Ну, вот это вот очень действенное. Еще классно. Это в йоге поза 2. Ну, не поза, а элемент позы 2. И расслабление. То есть звук А. То есть для нас горло должно быть инструментом. Мы мутаем как бы камеру. Она расслабленная. И работаем диафрагмой. И этих звуков несколько. Каждый нужно произносить так, чтобы звук пришел в нос. Я тогда рассчитываю на ваше участие. Моя цель это удерживать аудиторию, чтобы вам было интересно в то же время. Чтобы вам было интересно слушать меня. Все любят притчи? Все ли любят притчи? Конечно. Хотел бы поговорить о нашей компании. У нас есть девиз для клиентов. Технологии как искусство. Но есть еще девиз в компании, как удерживать клиента, как мы его берем. Вообще все, что я сейчас буду говорить, это не я придумал. Это все собрал Альберт Григорьевич. Всю эту информацию передал. То есть я являюсь как бы сейчас почтальоном и проводником. И моя задача вот нести вот этот... Я попрошу не воспринимать лично это на себя, то что я буду говорить. Это в общем относится к каждому в компании. В том числе и ко мне, то что я буду говорить. Так вот, Григорий Альбертович передал три таких вещи, как доверие, компетентность и уникальность. Сразу скажу, что с компетентностью и доверием у нас практически все скоро станет хорошо. С уникальностью получше. Доверие. Вообще люди хотят стабильности. Откуда вот взялась идея в лендинге, это провести клиентом до конца. И даже когда у меня в середине что-то идет, мне кажется, что очень часто люди не понимают, чем это закончится. И это вызывает у них беспокойство. Потому что люди хотят стабильности. Есть известная притча, что есть две двери, к ней подходят 100 человек. Приворатник говорит, вам нужно попасть за эти две двери на другую сторону, там вас ждет счастье. Если вы зайдете в левую дверь, то вы 100% туда попадете. Ну, там стоит два больших амбала, которые зададут вам пару вопросов. Скорее всего, вы на них не ответите, вы их получите в печень. Но в легкую, но получите. Но неприятно будет, но терпимо. Ну, а второй сверху вас ударит. Ну, вы же переживете, но не такое переживали. Да, хорошо, а что за второй дверью? А за второй дверью, ну, там тоже дорожка, но есть вероятность, что там будет сразу пропасть. И вы упадете, будете лететь, и минуту будете в страшных муках умирать. Но шанс это небольшой, это 1 из 100, буквально. А в принципе, там дорожка. Так вот, 99 человек выбирает левую дверь. Они выбирают стабильность, 100%. И когда они встречаются, 1 человек, 99, и тут расспрашивает у этого человека, как дела? Да все заебись, все классно, все хорошо. А у вас как? Ну, это тоже же нормально. Потирают свои больные места. Ну, в принципе, все счастливы. Так вот, клиенты хотят стабильность. Как они к нам попадают? То, что они к нам уже обращаются, это есть какой-то, может быть, уже элемент доверия. Им кто-то, чаще всего, это кто-то им посоветовал к нам обратиться. Или они увидели какую-то яркую рекламу, или увидели в гугле о том, что, в принципе, мы занимаем какую-то десятую, в десятку входе. И происходит с нами контакт. Но человек пытается, ну, все подвергается мнению. И идя к нам, он сразу же думает о том, а могу ли я довериться этим людям. И изначально он уже идет и не хочет нам доверять. Он хочет нас испытать. Приходит и говорит, вот у меня, я разбираюсь в музыке, потому что я закончил физиком математически, и я изучал эти звуковые волны, и даже диплом написал на эту тему. Я закончил, да, я в 56-м году закончил, у меня такие учителя были серьезные. Есть несколько вариантов, как эту доверие. Ну, есть самый идеальный вариант доверия, это когда звонит тебе твой друг, говорит, подбери мне кинотеатр, я с водителем тебе посылаю 50 тысяч долларов. Вот это доверие. Дальше второй вариант, который мы сейчас обсуждаем, классический, это испытание нас. И мы должны быть компетентны. Это вторая позиция. Доверие, компетенция, уникальность. Как достичь компетенцию? Чаще всего это достигается словом. Я закончил в 56-м году, у меня были такие учителя, а я учил этих всех учителей. Но есть такие... Нам легче, на самом деле, имея вот тот потенциал, в котором мы сейчас находимся, где мы сейчас сидим. Когда я попал в эти помещения, когда здесь ничего не было, я уже знал, что здесь будет. Мне было реально не по деньгам, то, что здесь происходит. То, что здесь есть, это не потому, что я этого именно хочу или достоин, а потому, что это делалось как шоурум. Это пространство. И сюда вложено почти 100 тысяч долларов. Это только в отделку и в инженерии. Тут очень серьезные системы стоят. И остался вот один маленький такой шажочек закончить это. Но он не происходит. Как обычно клиенты... С чем мы... Ну, с какой мы проблемой часто сталкиваемся? Это когда звонят люди и просят сметы. И ты им говоришь о том, что нужно встретиться, он говорит, что у него нет времени. Почему у него нет времени? Потому что он обратился к 30 таким фирмам. У него, естественно, нет времени не приехать на каждую фирму. Абсолютно. И чем этого клиента взять? Доверия нет. Компетенции ты его взять не можешь, потому что ты с ним не можешь встретиться, пообщаться, поговорить. Наверное, остается уникальность. Уникальность в оформлении сметы нет. Остается только один путь этой уникальности. Скидка. А какой шанс из этих 30 ты даже дашь ему 40% скидки? Потому что мы работаем по-белому. Мы не обманываем клиента. А другой даст 50, 70. Скажет, бесплатно сделает. Ну, он его, конечно, обманет. Всем понятно. Но человек получит то, что он хочет. Соответственно, шанс того, что он выберет тебя, является один из 30. Ты ему отправил смету. И как работает профессионал? Профессионал не идет на поводу этих моментов клиента, потому что он знает, что дальше будет. Он хочет повысить свои шансы. Он хочет заработать деньги. И он не хочет тратить на этих не знаю, как мягко этих людей назвать свое время. Он просто говорит, если ты хочешь со мной поговорить, приедь ко мне. У нас сразу в голове, ну, он, конечно, он так настроен уверенно, да, он к нам не приедет никогда. Но когда ты можешь, нет, у нас такие правила, они часто начинают говорить, вот, да мы-то рады. Вы знаете, вот мы все очень хотим. Вот все, что вы скажете, все будет, как вы сказали. Все, что вы сказали, мы сделаем. Мы головой об стену от вас разобьемся. Но сначала деньги. Ну, а потом стулья. То есть сначала вы приедете к нам, а потом у вас будет все. Вот все, что вы дальше не будете говорить, у вас все будет. Но сначала деньги. Сначала деньги. Это очень важно, и люди это чувствуют, и они понимают, что они говорят с профессионалом. И тем более, что у вас есть защита. У вас есть фирма, у вас есть легенда, у вас есть офис, у вас есть Григорий Альбертович, который все это придумал. Вы не можете. Ну, как? Они же все видят, как я могу. Это корпоративная этика. Это бронебойная, это работает. Это изучено годами и годами. И так работают все специалисты. То есть, когда в салон к специалисту, который много продает, приходят люди, и он сразу видит, чего стоит каждый человек. И он подходит, а можно у вас проконсультироваться? У него даже не обратит внимания. Человек обидится, уйдет. Вы думаете, он туда не вернется больше? Он захочет вернуться, чтобы доказать, что он чего-то стоит, чтобы с ним говорили. Но он уже придет с деньгами, приходит и придет, скажет, я не хочу проконсультироваться, я хотел бы у вас купить стереосистему, у меня есть деньги. И он знает, какое будет другое отношение. А если к нему пойти вот так вот навстречу, пойти против правил, он заебет мозг, он будет приходить 33 раза, и ни хрена у вас не купит. Пойдет к другим. Тем, кто его выебит. Потому что они хотят, чтобы их выебали. Я не говорю ко всем. Я говорю вот о том большом количестве клиентов, которые вокруг, которые ходят и собирают смену 30 людей. Когда речь заходит о скидках, это говорит, что что-то мы делаем не так. Когда процесс продажи проходит нормально, речи о скидках нет. Значит, нужно остановиться, вернуться, и вообще не говорить о делах. Может быть, приехать к клиенту, съездить с ним на рыбалку, пригласить в офис. Еще раз рассказать, чем мы занимаемся. Потому что скидка ничего не решает, на самом деле. Она создает только большие проблемы. Потому что лучше продать 5 людям без скидки, чем 20 со скидкой. В итоге ты не уделяешь внимания тем, кто платит деньги. Кстати, я вспомнил, если кто-то вам дает на чай, это не влияет на ваши бонусы, они вам всем известны, кричите об этом. Отмечайте этого клиента, потому что к нему должно быть особенно бережное отношение от всех сотрудников нашей компании. Вот, конечно, когда мне говорят, а давайте я попробую, да я не против, чтобы вас ебали, а не вы их. Но когда не сделано главного, а мы бросаемся на частности, это страдает тот клиент, которого ты пригласишь, и которому не надо ничего говорить, просто завести в эту квартиру и дать в руки айфон, айпад, ему ничего не надо рассказывать про нашу компетенцию. Не надо даже об этом ничего не говорить. Просто общаться с ним о футболе, нажимать какие-то кнопки, и вокруг что-то происходит. Если его что-то заинтересует, он спросит. А мы вместо этого свои силы чаще всего направляем какие-то те вещи, которые мы могли бы не направлять. У нас очень много незаконченных дел, которые мы на 99% остановили, на что-то обиделись, решили чем-то отомстить, или просто раз об этом не напоминают каждый раз, это неважно и так далее. То есть очень важно найти вот эту соль, закрыть ее, а потом уже в свободное время заниматься другими менее интересными вещами, как с оставлением и отсылкой смет в никуда. О чем бы еще хотелось поговорить? Золотые слова, Владимир. Золотые слова. Это называется тупить. Называется тупить. Я немного позже пришел, а у нас это мамород или диалог? Диалог, во-первых, вы мне подсказываете, когда я мало улыбаюсь, когда у меня плохая артикуляция, когда у меня есть слова-паразиты. Это очень важно, потому что мы сейчас тренируем технику моего общения при выступлении перед аудиторией. Еще, извините, что ты прибыл, еще есть у вас паразит такой, привет, ну так, ну в конце, ну... Я понял. Оно неприятно? Ну, оно есть, я не говорю, что неприятно. Ну, просто, ну, ну, заметили, ну, это недопустимо. тут надо понять, прежде чем о чем-то там говорить, то есть бывает, людям говорят, ты как-то странно разговариваешь, когда он меняется. Вот вопрос, странно это как? Лучше или хуже, или просто по-другому? В принципе, возможно, какие-то фишки, если они приятные, то их можно пропускать, а если они напрягают, то с этим нужно бороться, но это должен увидеть другой человек, который напротив тебя. Мы поговорили о доверии, компетентности, уникальности. С уникальностью у нас все вроде бы в порядке. Во-первых, есть руководитель, который ярко выглядит, по которому надо причесать, оттесать. У нас есть примочки, у нас есть фирменные машины, у нас есть идея этой фирменной формы, то, что обязательно инсталлятор должен приехать либо в футболки фирменные, либо в курточки, либо даже взять свою одежду, есть в переходах специальные станки, которые набивают по вектору логотип. Ходить в повседневной одежде, на которой есть логотип. Ну, как Евгений Валерьевич, допустим, с остатками роскоши нашей формы. Первый вопрос еще в принципе. Вообще, когда ходишь говорить плохо, лучше повернуться и сказать. Сейчас вот у вас новая команда и я не могу без вас. И цель вот вы все абсолютно разные личности, мы должны принять сначала ту философию, которая есть и ее модернизировать. Потому что мы должны постоянно меняться, мы каждый день должны становиться лучше. но прежде чем делать какие-то выводы, хотелось бы чтобы вы закончили какой-то проект и при том закончили его хорошо с тем, что есть. Это даст вам какое-то время обдумать, посмотреть ситуацию, потому что вам практически не от кого учиться. То есть я с вами сейчас мало общаюсь, стараясь не загружать, чтобы вы поняли обстановку, которая есть. Ведь в принципе я ни на кого вроде бы не садился на ухо и не грузил. Или есть человек, который пригружает разговоры меня. Я стараюсь находиться здесь, чтобы вы немножко освоились, сработались между собой и потом в принципе дальше мы пошли куда-то вместе. Но есть тут одна штука, что есть какие-то незыбленные вещи, которые бронебойные. С корпоративным телефоном, с формой, запрет на интриги, прямой доступ к начальнику, так называемый начальнику, к руководителю фирмы. нецензурная лексика в офисе. Ну, это приветствуется. Это не приветствуется, но вроде бы как у нас никто этим не страдает. В принципе, у нас еще много было наработок, которые просто вот тут допустим у нас есть профсоюзный лидер, но он, как и Юнакович, вследствие своего положения автоматически утратил. Неплохо было бы, чтобы вы выбрали профсоюзного лидера, который бы, если кто-то стесняется ко мне подходить, чтобы он подходил и решал какие-то вопросы, которые могут возникать. Ну, в принципе, их прекрасно можно решать со мной, спокойно. но чаще всего происходит так, что оно накапливается, накапливается и происходит взрыв. Ругань может быть, какая-то истерика или еще чего-то. Я, например, это сильно плохим не считаю, потому что я могу спокойно найти, у меня очень богатый жизненный опыт, я пропускаю мимо это все. Конечно, что-то заседает и я кайфа не получаю от этого, но я это переношу стойко, а для некоторых людей это является трагедией, поэтому лучше до этого не доводить, а спокойно садиться и обсуждать какие-то вопросы. И каждый пришел с какими-то своими паттернами, незыблемыми. Я хотел бы, чтобы каждый о том, что он где-то получил, чему-то научился, чтобы он подверг сомнению. Например, кто-то мне поможет, Олег. Был такой человек в России знаменитый, яркий, который две башни строил. Как? Полонский. 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 У чувака была мелкая фирма строительная. Не мелкая. Изначально мелкая, шабашник, одна, две, потом случайно ему дали пятиэтажку построить. В итоге он вышел на то, что начал строить два громадных небоскреба. и как он формировал команду, чем он запомнился людям, кроме итога? Фееричность. Фееричность. И очень нестандартная манера ведения бизнеса. Я бы сказал так. Аня, добавишь? Цигмун, наркотики и видеоблог. Создан человек, в то время, когда это был лучшим кредитором и наступил кризис. Он решил, что выход из кризиса, это новый сайт, цигмун для всего офиса и видеоблог. Какой итог этого всего произошел? Но сначала он разорился. Ну правильно, в принципе, он разорился, можно так сказать. То есть, человек разорился. В принципе, то, что он делал, это, в принципе, когда мне рассказали, многие люди, для них это что? Это минус. Вместо того, чтобы заниматься каким-то спасением фирмы, он занимался абсолютно какой-то хернёй. А чем он занимался? Он занимался, он увидел, что перспектива в ютубе, снимал процессы, он увидел, что надо делиться технологиями и процессами. То есть, у него было все открыто закупки, производство. То есть, любой человек мог узнать, какой бетон идет, фундамент и так далее. сплоченность команды, поставить человека в нестандартную ситуацию, посмотреть, как он из нее выйдет, чтобы изучить его, поставить всю команду, чтобы все вместе вышли из этой ситуации. Это все назвали минусом. И, в принципе, я сначала, то, как мне это подали, да, это минус. он обанкротился, но, когда это произошло, это произошло в 2008 году. Таких, как он, был легион и тележка обанкротившихся. Первым пострадал, по-моему, сначала строительный, потом финансовый рынок. И тысячи и тысячи. Тысячи людей с простреленными головами в канавах, в тюрьмах, продаливших сосиски в Нью-Йорке на переходах. О них никто никогда не вспомнит. А вспомнят о двоих. Я вам только что показал одну теорию, и тут же выход из нее, что то, что происходило, это не означает плохо. Просто люди в основной массе своей серые. И они хотят быть, чтобы все были такие, как они, и все было... серость, ровность. Уникальность это чем-то выделиться. Ну, желательно в хорошем, не в наркотиках. А в технологиях. Потому что мы технологическая компания. И вот эти вот ресурсы многие, это командный дух, это... это каналы в Ютубе. Они сейчас стали обыденно, сейчас все этим занимаются. А он был... Я уверен, что не он это придумал, но он понимал в этом перспективность и видел в этом выход. конечно. Я не сколько этому человеку не симпатизирую, он мне не нравится. этот человек мне, как личность, не нравится. Абсолютно. Я говорю о том, что... Я попросил бы просто различать личное и работу. В данный момент я везде это различаю, мне это легко. у меня замечательно по технике. Если вы будете перебывать в аудиторию, она не будет на вас уложать. Золотые слова. Сначала выслушать, а потом выслушать. Полностью золотых. Вы... сократить время разговора. Я просто хотел... Я в принципе публичный человек. Я все, что думаю, и реально то, что я думаю, я выкладываю в Facebook. Но я бы попросил не путать личное и работу. В каком роде? что... От того, что вы думаете, что вы меня знаете, это ваше... Чаще всего это проекции каждого индивидуального своего я на другого человека. Та же история и у меня. Мы в большинстве случаев такие. А до 30 лет я абсолютно был уверен, что все думают, как я. Кстати, до 30 лет держу. Не из-за 35 лет. Чаще всего все, что вы говорите, я уже слышал. Честно. По личной жизни. И всякие подсказки и советы. Я готов их еще раз слушать, только без эмоций. Просто так спокойно. Без эмоций. Если вы хотите что-то рассказать мне, но скажите, пожалуйста, поднимите руку кому я учил жизни здесь. Советовал, как с женой разговаривать. Евгений Валерьевич как бы могло быть по-другому. Мы с тобой сколько лет. В прошлом где-то. Мне, может быть, не получаться, может быть, на кого-то я нависаю. но я даже если это происходит, стараюсь делать в нерабочее время. Все эти личные истории, как вести себя, что делать и так далее. Я очень приветствую, готов о них говорить, но самое главное, чтобы вы в это время не несли эмоций никаких. Это очень важно. Я абсолютно уверен, что есть на свете легион людей, которые сожрут меня с потрохами. Это все понимают, да, когда я все это говорю? Один из них это я завтра, через полгода, через год, через пять. То есть перед вами стоит сырой человек, который меняется. Но пока что я не вижу рядом человека, который бы смел бы мне рассказывать какие-то жизненные истории. Ну, кроме, естественно, этого уважаемого господина, которого я буду слушать всегда. Мы поговорили о доверии, компетентности, уникальности. Теперь, конечно, какая, но чувствую, это не уникальность, у меня есть какой-то определенный опыт. Опыт, это не есть предугадывание, интуиция, это сбор информации, который поднялся и отсюда вышел. У меня есть легион истории, когда я говорю, сделать что-то, люди говорят, ну, пусть он, да, да, сейчас, сейчас я пойду сделать. Когда мне приходит, сделай это. Он идет, делает снизу, говорит, я сделал это, я аккуратненько сверлю, большая бетонная плита летит вниз. А я попросил оборудить территорию, разогнать машину и так далее. Ну, не должно было это происходить, понимаете? Обычно этого не происходит. А я просто, а я чувствую это, я прошу, сделай это. Если что-то говорю, вот это вот сделать, а вы считаете, что это не нужно делать, вы подойдите тут же, прямо сейчас, скажите, я не буду это делать, потому что. То есть, вы либо делаете, либо не делаете. А сказать делать и не делать, это запрещено. И происходит очень часто ответственность. У меня много, я могу много вот этих вот историй рассказать про финансы, про потерянные деньги инсталляторов. Когда я говорю, как оно будет, что произойдет, что делать, что надо этапами закрывать. И происходит, потому что это на поверхности видно, что эти люди не заплатят. И так далее. Что такая ситуация в стране. то есть, моя в принципе задача это уйти от какой-то рутины, в чем вы мне должны помочь. И в общем видеть ситуацию, чтобы строить стратегию. То есть, каждый у вас видит какой-то свой сегмент, а моя задача от вас получать информацию о том, чтобы вы хотели улучшить в своем сегменте, чтобы мы занялись огранкой. Потому что мы сейчас алмаз. здесь очень серьезная хорошая команда собралась. С большими перспективами. Нам нужна огранка. На мне лежит очень большая определенная ответственность. И очень хорошо, когда проблемы, которые возникают, они не являются проблемой, потому что решаются деньгами. Но иногда есть такие моменты, которые деньгами не решить. За которые убивают отрезают пальцы и образно говорят. Если мы перейдем к каким-то деталям, то всегда у нас на объекте есть ответственные. И когда во время остановления стен я сказал о том, что там есть отверстие, через которое сова может улететь, мне об этом сказали, что там будут стоять уголки и будет все хорошо. Я подходил два раза с одним вопросом. Я даже пошел купил проволоку и выдал. Но по вполне объективным причинам эти дефекты не были устранены. Собака улетела. Собака улетела. Ума улетела. Мне насрать на это птицу, но я эту ситуацию попытался предупредить, ответственный человек этого вопроса не решит. Ответственный человек должен компенсировать. Купив другую птицу такого же ушами в скорейшем времени, чтобы об этом не узнали другие люди. Надеюсь, никто ссор из избы не выносит. Потому что одно из предметов такое, как доверие, какие бы мы, кто бы каким у нас компаниях не был, об этом должны знать все в компании, но только в пределах компании. секретов быть внутри не должно быть. Ну, до определенного уровня. Поэтому если у кого-то встречается горе какое-то или счастье, этим нужно делиться. Поверьте мне, что везде хуёво сейчас. Все неустроены. Но есть две стратегии. Одна это закрытость. Люди не получают информацию, у них там ставка, у них всё хорошо, они считают, что у них всё охуенно. И потом один раз по голове получают удар, они как оказываются без работы. Но люди выбирают левую дверь. Они все прекрасно себя чувствуют. Я сторонник другой стратегии открытости. Потому что я не хочу я разделяю жизнь и работу, но я хочу работать и жить в одном ритме. То есть не заниматься шизофренией. Когда ты на работе один человек, а дом это другой. Я считаю, для себя это ненормально. Но я не осуждаю других, которые так делают. Это тоже нормально, у каждого свой путь. Но в компании хум-синема такая философия, что мы открыты друг другу. Мы делимся информацией друг с другом. И это не заставляет о том, что надо всем рассказывать свои семейные истории и проблемы. Но в принципе, если тебя что-то на работе не устраивает, то это дело компании, а не твое личное. Это очень важно. Я надеюсь, что вы хотя бы 5%... Вообще, у вас часто бывает проблема, что люди хватаются за какое-то слово. то, приятно слышать в этот момент, или то, что подходит в их логическую цепочку, и все равно выстраивает свою историю. Поэтому я думаю, что Олег Игоревич смонтирует в ближайшее время это видео, вы его еще раз посмотрите, вместе разберемся. Может быть, кто-то даст подсказки, что делать, потому что проблем куча, но буду над ними работать, мне нужно учиться выступать, и надеюсь, что мы еще раз будем так собираться. Может быть, кто-то еще попробует себя в роли спикера. Спасибо за внимание. Я предполагаю, что следующее уже как-то не в монологе, а в каком-то чтобы теперь научиться работать за аудиторией. Правильно. Правильно работать именно в чем? Владимир Зарядков было, это мы должны пересынуть все эти вещи. Нам немножко нам тяжело. Владимир, знаете, что вы слышите свои голосы, вы можете чебурашки сделать. Так вы слышите, как вы реально говорите.